Всем привет! С вами Татьяна Граева, преподаватель химии в Умску. Сегодня в формате вопрос-ответ мы обсудим тему пробников. Давайте начинать! Что такое пробники? Пробники — это пробные варианты, то есть примерный вариант, который может вам встретиться на экзамене, который вы решаете от сих до сих, от первого задания до последнего. То есть это, по сути, проверка всех ваших знаний на типовых заданиях экзамена. Это не нарешивание каких-то отдельных типовых заданий, например, всех заданий номер один, или всех заданий номер два из ЕГО по химии, а это конкретное решение целого варианта. Следующий вопрос. Когда нужно начинать решать пробники? Так как пробник включает в себя задания по разным темам, по сути, по всем темам экзамена, я рекомендую начинать решать пробники, когда у вас есть уже плюс-минус какая-то база. Да, будет полезно решить один пробник в начале своей подготовки для того, чтобы оценить уровень своих знаний. Но я не рекомендую вам в первый же месяц обучения каждую неделю решать пробники, потому что это просто будет неэффективно и никакого дополнительного результата вам это не принесет. Когда у вас есть уже какая-то хорошая база, например, по общей, неорганической, органической химии, но когда вы умеете решать хотя бы половину заданий из всего экзамена, то тогда целесообразно решать пробники для того, чтобы выявлять пробелы, отрабатывать скорость решения варианта. Пока этой базы нет, то решение пробников будет больше похоже на какую-то лотерею, угадайку и прочее. Поэтому сначала набираем хорошую теоретическую базу, хотя бы половину заданий экзамена учимся решать, и затем уже переходим к решению пробных вариантов. Какие пробники решать? Я рекомендую обратить внимание на сборники FIPI с вариантами. Все эти 30 вариантов необходимо в течение года обязательно предрешать, потому что эти задания с этими формулировками и примерно таким уровнем сложности встречаются на экзамене. Это к первой части относится прям вообще безоговорочно. Поэтому сначала по-любому решаем все варианты Добросина от FIPI. Далее, если вы успели прорешать все это, можно перейти к более сложным вариантам. Например, варианты от Степенина и ДЦУК хорошие, действительно отражают примерный уровень экзамена, там малое количество ошибок, неточностей, тоже можете их рассмотреть. Также рекомендую присмотреться к вариантам Доронькина и вариантам от Статграда. Это уже прям последняя инстанция за два месяца до экзамена. Для того, чтобы вытащить из себя все соки и все возможные ужасы этого мира на себя принять, можно вот такое вот порешать. Почему я так говорю? Потому что варианты от Доронькина и от Статграда отличаются высоким уровнем сложности, и, как мы говорим, они борщат. То есть это, скорее всего, более модифицированная форма экзамена, усложненная раза в полтора. Поэтому, если хочется поднапрячь мозги, чтобы что-то где-то в одном месте поплавилось, то рекомендую посмотреть, но уже на последних позициях, да, на последних месяцах подготовки, когда уже вся теория изучена и все варианты прорешены, и хочется что-нибудь диковинного хапануть. Вот такое вот можно тоже в своей жизни попробовать. Почему нет? Экстрим, он в Африке экстрим. Что делать, если баллы за пробники не растут? Во-первых, вам обязательно нужно следить за динамикой ваших баллов на пробных вариантах. В этом вам поможет трекер баллов. Я делала его специально для моих ребят на основном курсе, которые занимаются. Но с вами я готова им тоже поделиться. Скачать его можно в моем телеграм-канале. Вот здесь будет QR-код, ссылка также в описании к видео. Переходите и скачивайте трекер пробных вариантов. В этот трекер вы записываете номер варианта и отдельно отмечаете, за какие задания сколько баллов вы получили. Ну и, естественно, красненьким выделяете задания, за которые получили 0 баллов, либо 1 из 2. Да, зелененьким заполняется то, что вы выполнили верно. И отслеживаете, какие задания вы выполняете верно постоянно, а какие задания, например, постоянно выполняете неверно. Да, из раза в раз делаете в них ошибку. И вот здесь, по сути, кроется ответ на вопрос, почему баллы не растут. Посмотрев за этой динамикой, да, проследив, вы можете выявить, в каких заданиях у вас чаще всего возникают ошибки. И, значит, баллы у вас не растут по причине того, что есть пробелы конкретно в этих темах. То есть это вот четко вам наводочка на то, чтобы проработать какой-то конкретный вот этот вот момент. Далее. А почему еще могут не расти баллы за пробниках? Если вы изучаете теорию поверхностно, то есть если нет глубинного понимания химии, основных каких-то процессов, фундаментальных закономерностей, если вы это все зазубрили, если вы это все по какому-то шаблону делали, то, естественно, у вас в заданиях будут вылезать ошибки, потому что на одном зазубривании химия, она у нас никогда далеко не уходила. Поэтому, если вы видите, что вы что-то не понимаете и пытаетесь решать по шаблону, это вот red flag прям жесткий, что вам сейчас нужно обратиться к материалу, изучить его досконально, всю подноготную поднять и работать именно на понимание. Это поможет вам отрабатывать задания и далее выполнять их всегда без ошибок, потому что если вы тему понимаете, у вас баллы могут слететь только из-за невнимательности. Но если вы тему не понимаете, но вы ее попытались выучить, просто как-то зазубрить, то тогда у вас будут ошибки вылетать вот с примерно постоянной периодичностью, да? Когда-то вы будете выполнять верно, когда-то неверно, когда-то верно, когда-то неверно. И из-за вот этой вот чехарды у вас, естественно, будут баллы слетать, поэтому старайтесь изучать темы достаточно глубоко и именно понимать их. Вот докопаться до сути, надо доколупаться, чтобы с темой разобраться. О боже, я что, стихами заговорила? Ну не суть. Как самостоятельно проверять вторую часть? Эта задача, сразу говорю, не из легких, потому что хорошо проверяют вторую часть эксперты, которые проходят отдельно обучение на проверку заданий второй части, которые знают все особенности оформления. Поэтому здесь я бы вам порекомендовала, если все-таки вы занимаетесь самостоятельно и вам некому проверять ваше задание, то найдите материалы для экспертов, да, вот прям материалы для проверки второй части по химии для экспертов, методические рекомендации. Почитайте этот файл, посмотрите, какие варианты оформления принимаются, какие не принимаются. Далее советую вам посмотреть конференции от разработчиков ЕГЭ по химии, там они также подробно рассказывают, показывают примеры того, какие варианты оформления принимаются, какие не принимаются. Ну, а по сути задания, да, самостоятельно найти ошибку бывает довольно сложно. Берете свое решение, ключи, и вот сидите, сверяете, где у вас там циферка не сошлась, где у вас какой-то новый ответ вышел. Ну, например, для 34-й задачи, ну, понять, вам 3 из 4 поставят, или 2 из 4, или 4 из 4, ну, вот это уже как бы сложно. Тут вы либо полностью правильно решили задачу, либо вы гадаете, сколько вам на экзамене бы за это поставили. Если вы занимаетесь у меня на основном курсе, то вы можете не переживать, потому что все пробные варианты и все задания второй части, которые у вас есть в домашних работах, их проверяют кураторы. И больше никаких дедлайнов, только вайп, полный чил и сплошная благодать. И они подробно пишут вам разболовку, сколько баллов за это задание вы бы получили, то есть они проверяют вас как проверяют эксперты ЕГЭ, потому что мы их обучаем на этом, мы им регулярно проводим вебинары, как раз-таки рассказываю все вот эти вот особенности, чтобы они вас оценивали правильно. Если вдруг вы еще у меня не занимаетесь, но хотите, чтобы вашу вторую часть также проверяли, всех приглашаю на курс, все подробности в описании. Как часто нужно решать пробники? Как я ранее говорила, за год необходимо прорешать весь сборник вариантов от Доброте на 30 вариантов, 25-го года в данном случае, и этот сборник выходит у нас примерно в декабре, и там остается, ну, плюс-минус 5 месяцев до самого экзамена. Я рекомендую решать по 5-6 вариантов в месяц, но это прям, ну, это много. Это вот прям для тех, кто любит химию и любит-любит много решать всего. Если вы не супер любитель пробных вариантов, то я бы посоветовала вам решать варики, например, с принтами. Сели сегодня, решили только первую часть, например, с 1 по 28 задание, а завтра решили, например, с 29 по 34. Ну, вот так вот разделять первую и вторую часть и таким вот образом работать, да, особенно первое время, если вдруг варианты пока даются тяжело. В конце года, когда вы уже изучите большую часть теории, поверьте, вы будете очень быстро решать эти варианты. Я в свои школьные годы, когда уже очень-очень много вариантов решила, где-то на 10-12 вариант я решала вариант, ну, типа, за час. То есть 34 задания я решала за час, ну, за час-двадцать, может быть. Это окей, потому что, когда вы решаете пробник, ну, вы, естественно, какие-то вещи уже упрощаете, что-то интуитивно делаете, и правда, на одно задание у вас может уходить там по 30 секунд, и это окей, если у вас хороший уровень на решке. Почему я рекомендую решать полностью варианты целиком от сих до сих, когда уже будет хороший уровень знаний? Потому что это позволяет вам увеличивать скорость решения заданий, быстро переключаться с одного задания на другое. Оптимально, конечно, будет, если вы решаете один вариант в неделю, но правда, это высокий уровень нагрузки, поэтому давайте, если у вас очень высокая загруженность в школе, еще там на каких-то курсах, ну, два варианта в месяц надо решать. Ну, вот прям надо, реально надо. Если хотите более пассивный формат, можете смотреть хотя бы разборы там пробников на ютубе, вот, ну, опять же, если вы хорошо, вдумчиво изучаете теорию, не будет у вас никаких проблем с этими пробниками, потому что все пробники, по сути, ну, это задание по химии. Если вы хорошо изучили тему, вы ее решите, хоть вы ее в домашке делали, хоть вы ее на пробнике делаете. Но пробники решать надо, чтобы периодически еще находить свои какие-то пробелы. Трекер пробных баллов тоже, пожалуйста, введите. Я вам также его скину в Телеграм-канал, как и говорила. Ну, а на этом у меня все. Надеюсь, теперь вы понимаете, как работать с пробными вариантами, как их решать. Здесь, как говорится, на вкус и цвет. Если есть время и желание, почему бы не решить пробник? Как говорится, всегда полезно. Вот. Всем большое спасибо за просмотр этого видео. С вами была я, Татьяна Граева. Задавайте свои вопросы в комментариях, если они остались. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. До новых встреч и пока-пока!